МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. ЧП высшего уровня опасности. В Чебоксарах ликвидировали серьезный пожар в торговом комплексе Ярмарка. Пустующие земли. В Янтиковском районе обсудили вопрос вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Добро пожаловать. Как привлечь туристов в Чувашию, решали на совещании у председателя кабинета министров. Серьезный пожар сегодня парализовал движение в центре столицы. ЧП произошло на рынке Ярмарка. Полицейские и ГИБДД оцепили район происшествия. В городе образовались серьезные пробки. Многим пришлось идти до работы пешком. Все подробности случившегося в репортаже Дмитрия Ковалева. С раннего утра у торгового комплекса выставили плотные полицейские кордоны. Из-за ЧП работа Ярмарки была приостановлена. Поначалу к павильонам не подпускали даже их владельцев. Возгорание произошло в зоне, где продаются промышленные товары. Пожару присвоили высший класс опасности. Вот такие снимки были опубликованы утром на интернет-форумах. Столб дыма заметили даже те, кто проживает на окраине города. К месту ЧП были стянуты порядка 10 пожарных машин. Тушить огонь приходилось не только водой, но и специальной пеной. Поначалу подобраться к контейнерам было невозможно. Внутри взрывались банки с красками. Вообще, говорят очевидцы, здесь хранилось огромное количество горючих и строительных материалов. Сложность заключалась в том, что торговые контейнеры металлические. Естественно, они были закрыты. Есть торговые контейнеры с бытовой химией, с горючими материалами, химией, лакокраски. Пламя разгоралось стремительно. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось только спустя час. Было уничтожено 7 контейнеров. Удалось не допустить распространения огня на все контейнеры. Пожар был ликвидирован в том объеме, в котором был принят на момент прибытия первых пожарных подразделений. Ущерб еще предстоит подсчитать, но уже очевидно, что счет пойдет на миллионы. Очевидцы говорят, что один из предпринимателей здесь торговал дорогостоящей техникой. Контейнеры и все, что хранилось в них, было сожжено дотла. Предварительная версия – замыкание электропроводки. Конкретные выводы сделают позже, когда свою работу завершат эксперты пожарной лаборатории. А после в МЧС намерены проверить, соблюдают ли их требования другие предприниматели. Медриковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. К другим новостям. Туристическую привлекательность региона и формирование единого бренда в условиях импортозамещения обсудили сегодня на совещании у председателя кабинета министров Чувашии Ивана Маторина. Что в этом направлении сделано, а что только предстоит, узнавали мои коллеги. В этом году внутренний турпоток вырос на 25%. Россияне стали чаще отдыхать на родной земле. Положительная динамика коснулась и Чувашии. Республика приняла более 110 тысяч туристов, что выше уровня прошлого года на 30%. Одним из факторов увеличения количества гостей стало проведение крупных культурных и спортивных мероприятий. Другим – развитие различных тематических направлений в индустрии отдыха. Наблюдается положительная динамика по созданию новых объектов экологического туризма. В настоящее время в Брестинском районе активно продвигается на туристический рынок базы отдыха «Уютный дворик». В декабре текущего года планируется к запуску первую очередь базы отдыха «Поснерка» и «Актиковского района». В Ярчевском районе ведется масштабное районное строительство турбазы «Эльметьево» с перспективой предоставления услуг с элементами тимбилдинга и активного отдыха. В Симбельском районе работает и развивается база отдыха «Азамат». Экотуризм – не единственный вид отрасли, на который делают упор. Это будет несколько направлений, начиная с школьного туризма. Мы хотим в Чувашской республике тоже внести вот это дополнение именно школьному туризму. Это истории культуры народа, во время гражданской войны с Чапаем. Огромный потенциал у нас в этом плане имеется. Второе – это, конечно, межрегиональный туризм. В ближайшее время разрабатываем этот концепт, где мы будем презентовать наши республики соседних регионов. Своё слово сказал и Минэкономразвитие. По мнению министра Владимира Аврелькина, участие в различных выставках и проведении их на территории Чувашии позволит повысить не только инвестиционную, но и туристическую привлекательность региона. В будущем году планируется принять участие в 32 мероприятиях. 16 из них реализуют при финансовой поддержке республиканского бюджета. Мы склонили план проведения более специализированных выставок. Там, где мы уже принимали участие, там, где мы получали какой-то эффект. Это Москва, Санкт-Петербург, страны СНГ, которые необходимы нашим предприятиям. Владимир Аврелькин особо отметил важность участия республики в трёх грядущих событиях. Это выставки-презентации в Ассоциации российских и турецких предпринимателей, в Японском Центре по развитию торгово-экономических связей и в Ассоциации итальянских промышленников. Мы здесь можем обширно представить потенциал нашей республики во всех этих трёх мероприятиях, показать себя и получить какой-то эффект от данного взаимодействия и презентации. На совещании обозначили и существующие проблемы. В республике нет единого туроператора, который бы работал на въездную туризм. Так и сформирован бренд республики. Слабо поставлена рекламная кампания. Явно не хватает финансирования отрасли. Председатель кабинета министров Иван Моторин призвал все ведомства скорректировать туристическую концепцию региона и реализовать её совместными усилиями, чтобы республика стала привлекательной для туристов. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Пустующие земли – серьёзная проблема для республики. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с главами сельских поселений и владельцами фермерских угодий Янтиковского района, чтобы обсудить решение вопроса на отдельно взятой территории. После распада Советского Союза все колхозные земли были распределены между селянами. А сегодня многие участки заброшены и не обрабатываются. Сейчас районный муниципалитет в судебном порядке изымает земли, которые не используются по целевому назначению. Муниципальную собственность зарегистрировано около 7 тысяч гектаров или 80% от общего количества невостребованных земельных участков района, которые можно приобрести или арендовать. В республике действует программа софинансирования. 50% затрат на освоение сельскохозяйственных земель покрываются за счёт республиканских и муниципальных средств. Но площадь неиспользуемых территорий по-прежнему значительна. На сегодняшний день, вот так получается, 45 тысяч гектаров необработанных земель. С бюджета Чувашской республики, с бюджета муниципальных образований, для того, чтобы ввести все обороты, необработанные земли, выделено около 30 миллионов рублей. В целом это немалая сумма, но только инициативы властей недостаточно. Заинтересованность должна быть и у жителей района. Правительством республики поставлена задача освоить в 2016 году более 600 гектаров земли, а к 2025-му увеличивать производство сельскохозяйственной продукции на 30%. Ниши в связи с продовольственным эмбарго у агробизнеса сейчас большие. При государственной поддержке есть все шансы подняться на новый уровень. Екатерина Куприна, Игорь Сверев, Республика. В Чебоксарах продолжается программа оптимизации троллейбусного движения. В ближайшее время изменятся маршруты электрического транспорта. Вот уже почти три месяца у троллейбусного маршрута номер 12 изменена конечная остановка. Теперь он идет до очистных сооружений на проспекте тракторостроителей. Изучив пассажиропоток, городские власти сделали вывод – объем перевозок вырос. Новый маршрут пользуется большой популярностью. В администрации города предлагают совместить дублирующие маршруты номер 1 и 12. Теперь от промтрактора до университета, а это почти 43 километра, будут курсировать троллейбусы маршрута номер 1. Кстати, ожидать транспорт на остановке горожанам придется недолго. Количество троллейбусов на линии составит 34 единицы, а интервал движения – 4 минуты. Изменения коснутся и схемы маршрута номер 20. По многочисленным просьбам его предлагается продлить до остановки Маштехникум. Благодаря этому жители юго-западного района смогут добраться до Новоюжного без пересадок. Количество машин этого маршрута планируется увеличить с 7 до 17. Движение по измененным схемам будет организовано не позднее 20 декабря этого года. А уже через неделю общественный транспорт дойдет и до микрорайона Садовой. Маршрут номер 65 будет курсировать от проспекта Айги до улицы Стартовой. Через улицы Космонавта Николаева и Чапаева. Все жители микрорайона смогут им пользоваться ежедневно с 9 до 17 часов. Не всегда многодетные семьи могут улучшить свои жилищные условия за свой счет. И здесь им на помощь приходит государство. Доступное и комфортное жилье гражданам России. Этот национальный проект реализуется еще с 2005 года. На новоселье семьи Ивановых из Ядренского района побывала наша съемочная группа. Кухня, кабинет, душевая, общий холл, а также три спальни и гостиная. Все это теперь в распоряжении семьи Ивановых. Конечно, хорошо, когда программа как многодетным дает дом. Условия все есть. Туалет дома, душ, погреб есть еще. Можно жить. Все условия есть. Как в деревне, как в сказочном доме, мне с первого вида понравилось. Я очень рада за семью сестры. Я очень обрадовалась, что они такой дом получили. В этом доме жить, конечно, замечательно, как в сказке, все условия. Новое жилье стало больше на 20 квадратных метров. Теперь в распоряжении семьи большой двухэтажный деревянный дом. Особенно рады новоселью дети. Что касается денежных средств на его приобретение, то они были выделены из республиканского бюджета. В этом году, согласно программе, семья Ивановых из Ювановского поселения получил дом на солидную сумму. Сумму почти полтора миллиона. Более 77 квадратных метров. Пять детишек у них. Всего же в Ядринском районе 14 семей, где воспитывается более пяти детей. И все они в будущем могут улучшить свои жилищные условия. Юлия Важинина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. Председатель правительства Чувашии проинспектировал ход строительства важных социальных объектов. В ближайшее время в Чебоксарах планируют открыть два детских сада, Центр по оказанию государственных услуг, физкультурно-спортивный комплекс и современную биатлонную базу. Успеют ли подрядчики возвести эти объекты в намеченные сроки? Узнавали мои коллеги. До открытия этого детского сада остались считанные недели. Завершить строительство здания подрядчикам удалось меньше, чем за год. В ближайшее время сюда планируют привезти мебель и кухонное оборудование. В новом садике откроют 10 групп для 220 малышей. Были некоторые замечания со стороны надзорных органов, они тоже сегодня учтены и устранены. Поэтому осталась отделка, она всегда сложная, и тем более не сопутствует погода. Поэтому есть уверенность, что сдадим, но проблемы, которые возникают, надо все равно решать. И, соответственно, к Новому году здесь должна елка, и дети должны радоваться. До конца этого года новоселье отметят не только здесь. В городе завершают строительство еще одного детского садика по улице 50 лет Октября. Это реконструкция. Там тоже бывшие здания детского сада восстанавливаются и, соответственно, возвращаются в систему образования. Время есть еще, так что, я думаю, первой декабре все будет сделано. По графику ведется и реконструкция детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам. В следующем году именно на ее базе должен заработать современный центр подготовки по биатлону. Подрядчики завершают ремонт в административном корпусе. Здесь оборудуют комфортные раздевалки, комментаторские кабины и трибуны для зрителей. В ближайшее время начнется строительство трассы и биатлонного стрельбища. Правда, эти работы планировалось начать раньше. Задержка произошла из-за того, что земельные участки находятся в лесном фронте. Здесь, соответственно, требуется решение правительства Российской Федерации. Ну и, соответственно, затянулась работа по переводу из лесного фонда, то есть в земли населенных пунктов. Когда работа сейчас завершается, я думаю, что процесс пойдет живее. Чебоксары нуждаются в таком центре, отметил министр физической культуры и спорта. Здесь намерены проводить соревнования всероссийского уровня. Сама биатлонная трасса, освещенная, которая будет использоваться круглогодично, не только в зимнее время, и в летнее. Плюс ко всему, еще и трасса, она важна для легкоатлетов, для всех видов спорта. В Чебоксарах продолжается и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь намерены открыть бассейн, залы для занятий фитнесом и боксом. Все строящиеся объекты необходимо сдать в срок, отметил председатель правительства. Все вопросы по финансированию решены. В бюджете 2016 года средства на объекты заложены. Я думаю, что проблем с финансированием и строительством не будет. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Как заставить себя быть активным, найти время на общественно полезные дела, да еще и добиться определенного резонанса? Наверное, каждый из нас задавался таким вопросом. Получить на него ответ можно было у Дмитрия Чугунова. Известный общественник и инициатор многих интересных проектов два дня находится в Чебоксарах. В конференц-зале Чебоксарского электромеханического колледжа собрались активисты СУЗов и ВУЗов столицы Чувашии. Ребята приехали на мастер-класс Дмитрия Чугунова. У руководителя движения СтопХам есть действенный метод мотивации, которым он делится с участниками встречи. В 2010 году Дмитрий решил стать народным комиссаром и самостоятельно следить за выполнением правил дорожного движения в Москве. Начинать было непросто, зато сегодня знаменитую на всю страну наклейку узнают повсюду. Сейчас он занимается общественной деятельностью, ездит по городам России, встречается с инициативными молодыми людьми. Я могу замотивировать ребят и, по крайней мере, заставить их чуть-чуть задуматься и посмотреть на существующие проблемы под другим углом, под другим соусом. Моя задача – заставить ребят подумать, что они от этого возьмут для себя, будет зависеть от массы факторов. Насколько они готовы воспринимать информацию, насколько им эта информация нужна на самом деле. Много работать и декономичной цели, и постоянно развиваться – это было сложно во все времена. Сегодня у нас есть интернет, социальные сети, различные онлайн-курсы и огромное количество людей, самостоятельно строящих свою судьбу и видящих свое предназначение в этом мире. Но, с другой стороны, все большую численность набирают диваны и войска. Так Дмитрий называет заядлых комментаторов, которые все про все знают, а в реальности достигли только статуса гуру на форуме. На самом деле, быть успешным и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты – просто. Главное – начать. Каждый из вас здесь сидящих, абсолютно любой из вас способен достичь любой цели. Ваша цель и ваша способность сейчас ограничиваются только возможностью вашей фантазии. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. «Малышей не обижать» поется в одной известной песне. Учительница начальных классов из Вурнарского района, судя по всему, сама не выучила эти истины. Своих учеников она била указкой. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы видео не попало в правоохранительные органы. На видео разгневанный педагог раздает тумаки и пощечины. И это только один инцидент. Следователи выяснили, восьмилетнего ученика первого класса она неоднократно била указкой, ключом от замка, обзывала. Несмотря на доказательства, вину свою учительница не признала. «Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, пока приговор суда не вступил в законную силу». Директор школы, который допустил в своем учебном заведении такое, получил выговор. Интернет пестрит объявлениями о том, как можно легко и быстро заработать деньги. На одно из таких попался студент Чебоксарского вуза. Он работал в интернет-магазине в качестве закладчика наркотиков и был уверен, что его никогда не обнаружат. Сотрудникам оперативных служб стали поступать звонки о том, что в Чебоксарах молодой человек оставляет подозрительные предметы в различных районах города. Полгода сотрудники наркоконтроля ввели за ним наблюдение. Поймать парично молодого человека удалось в августе на очередном оборудовании схрона наркотиков в Новоюжном районе. По приговору суда 20-летний наркозбытчик проведет в колонии строгого режима 11 лет. Основы православной культуры для преподавателей новой дисциплины учредили специальный курс «Православный учитель». В этом году его лауреатами стали две учительницы из Чувашии. Инесса Семушкина, преподаватель Чебоксарской гимназии номер 2, и Ирина Егорова из Янтиковского района. Вместе с четвероклассниками столичной гимназии на уроке сидела и наша съемочная группа. Когда основы православной культуры только появились в расписании, родители реагировали неоднозначно. Тогда не все понимали, предмет исключительно светский и учат на нем в общем, общечеловеческим ценностям. Как хочешь, чтобы обращались к тебе, обращайся так к другим людям. Согласны? Да. Вот действительно, как звучит правило. А как еще принято называть это правило? Дима? Золотое правило этики. Это золотое правило этики. Тем, кто носит на груди полумесяц или звезду, совсем не вредно разбираться в архитектуре храмов и знать, что такое иконостас. Перед преподавателями сложная задача – не переступить тонкую черту между основами православной культуры и законом Божьим, которые преподают в воскресных школах, и сделать уроки интересными для учеников. Ой, но я со Семушкиной это получается. Основу православной культуры все больше привлекает внимание общественности. Основной целью этого курса является воспитание высоконравственного человека нашего российского государства. Мы хотим видеть наших детей добрыми, честными, трудолюбивыми, отзывчивыми. Конечно, любящими свою родину, своих родителей. Ну и, конечно, умеющими вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В Саранске, где награждали лучших православных учителей этого года, у Инессы Геннадьевны было больше 200 конкурентов. Она стала одним из 28 лауреатов. Сыграла свою роль в формат уроков. Мне запомнилось на этом уроке разгадывать кроссворды, работать вместе с одноклассниками, отвечать на вопросы. За время учебы моего сына я очень много замечаю, что он приносит из школы какие-то истории, что они узнают библейские, где говорится как раз о доброте, о помощи друг другу, о желании помогать, беречь друг друга. Мы не знали, к какой коне молиться подойти, как свечку зажигать. Кто-то рыж, а кто-то бел. Кто-то в играх не умел. Ни над кем нельзя смеяться. Никого нельзя дразнить. Нужно очень постараться. Словно братья всех любить. И тогда на белом свете так чудесно будет жить. Ученикам интересно, родители довольны. Вопрос, нужен ли детям, такой урок уже не стоит. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панон с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин